Добрый день, дорогие зрители! С вами Open Science in Ukraine и меня зовут Гуслистый Артём. В этом видео я расскажу и покажу вам о том, как узнать свой индекс Хирша в скопусе, в Google Академии и затронем библиометрику украинской науки, где вы можете не только свой индекс Хирша посмотреть, но также и рейтинг по вашему университету. То есть у кого какой индекс Хирша, но об этом чуть позже. Для начала начнем пожалуй со скопуса. Главная страница скопуса это scopus.com ссылка в описании под видео. Здесь нам нужно перейти по ссылке автор с превью где откроется поисковая страничка. То есть здесь мы вводим фамилия, имя, отчество, можно ввести учебное заведение, можно ввести профиль Арцит. Об этом тоже далее расскажу. Случайным образом Иванов МО если некий Иванов МО смотрит это видео, извините, ничего личного, просто так выпала карта. Нажимаем search и открываются результаты поиска. То есть мы видим, что всего 7 авторов с подходящим для нас запросом мы видим количество статей в скопусе 9, 7, 2, 1, 1, 1 мы видим университет, где работают город, страна и сфера. то есть также мы видим, что есть разное написание Иванова МО то есть вот Максим есть он же МО он же Максим О то есть корпус группирует именно вас и разное написание вашей вашего имя, отчества в некоторых случаях и фамилия потому что там у каждого по-разному бывает фамилия пишется там одни пишут через Е и Y другие через Е ну такое тонкости также здесь мы можем посмотреть личную страничку в скопусе то есть мы никак не можем сделать эту страничку скопус сам ее делает при условии что у вас в скопусе опубликовано более двух статей ну и включительно две то есть вот вы видите две статьи у этого Иванова и у него кликабельная ссылка вот одна статья и у них не кликабельные то есть они неактивные ну перейдем на первого Иванова Максима вот его профиль скопус здесь мы видим 9 документов которые в каком журнале опубликованы в каком году мы видим цитаты и 17 соавторов также мы видим вот 9 документов 3 цитаты один индекс Хирш у него в скопусе вот этот показатель который всех интересует опять вот 17 соавторов Сабчик Ария то есть его тематика вот есть график по публикациям в каком году он сколько подал и есть профиль арцит на который мы можем с вами перейти то есть что такое арцит это инструмент научного работника здесь вы регистрируетесь вводите свои данные варианты того как пишется ваша фамилия имя отчество то есть сохраняете это все здесь же вы можете добавить список своих статей импортировать их из скопуса из томсона из по моему гугл академии не помню точно ну там есть перечень паз из кросс рефа по моему можно но это есть список внутри баз данных из которых можно сделать это с вашими статьями то есть вам присваивается уникальный идентификатор потом когда вы подаете свою статью в какой-то из журналов если у вас просят ваш профиль арцит вы его даете то есть если этот журнал в скопусе то скопус автоматически из этого журнала вытянет ваш арцит конкретно ваш и ставит его в ваш профиль скопуса таким образом вот у вас будет арцит привязан к скопусу и все ваши публикации в принципе которые будут в скопусе они будут именно ваши то есть вы будете знать что конкретно вы Иванов Максим и это все ваши 9 документов они вот допустим какой-нибудь отсюда Иванов Максим или не Максим даже кто тут ему ну в общем вот так вот то есть вот индекс Хирша теперь вы знаете как это делать перейдем к Google Академии то есть адрес Google Академии думаю всем известен в описании его под видео не буду выкладывать будем здесь искать допустим тоже кого-нибудь Иванова М.О. Иванов М.О. Есть Миша Михаил Иванов если смотрите это видео опять-таки прошу прощения ну вот мы видим что у него индекс Хирша всего 58 здесь состоит то есть он в Берлинском колледже работает вот список его соавторов вот статистика цитирования полностью вся все что есть вот за последние пять лет статистика цитирования всего процитировали 9933 раза и имеет индекс Хирша за последние пять лет 43 то есть вот так вот поиск тоже вводите свою фамилию инициалы и ищите себя таким образом узнает свой индекс Хирша и третий ресурс это библиометрика украинской науки с помощью которой тоже можно посмотреть свой индекс Хирша из Копуса и Google Академии но она в большей степени ориентирована на Google Академию то есть введем здесь фамилию опять Иванов Иванов и нажимаем поиск ничего не найдено на английском языке напишем на русском Иванов тут также можно сейчас до этого дойдем Иванов есть Иванова Ганна Станиславовина Google Scholar то есть индекс Хирша по Google 2 место работы город специальность есть поиск по высшему заведению возьмем допустим Днепропетровский университет нажмем пошук то есть вот открывается индекс Хирша по Днепропетровскому университету по ученым то есть 88 но это не значит что в университете в Днепропетровском всего 88 ученых нет здесь еще нужно если нет вашей фамилии в списке главное не расстраивайтесь пишите письмо на библиометрик собака nbuf.gov.ua что вот я там такой такой вот мой профиль Google Академии и я прошу вас добавить меня в базу то есть таким образом вас внесут в базу и вы будете отображаться при поисковых запросах в библиометрике украинской науки точно так же здесь есть запросы по городу допустим по Киеву вот мы видим у кого какой Google Schooler точно соответствует индекс Хирша скопус может быть под вопросом потому что не совсем быстро обновляется конкретно в этой базе то есть это что касается поиска по ученым там есть в разделе аналитика рейтинг за данными Google Schooler ученые за Google Schooler и по скопусу здесь даже перечень журналов в скопусе и в том цене вот такая вот интересная база данных в которой собран довольно большой объем данных и спасибо разработчикам этого проекта что они это сделали это действительно титанический труд вот информация о проекте ссылку на сам ресурс я тоже дам в описании под видео используйтесь на здоровье также есть еще одна программа сказать что она сильно прям классная к сожалению не могу но свои плюсы в ней есть называется она Publisher Parish то есть здесь можно ввести любой запрос допустим автор Иванов прошу прощения Иванов и она выдает в принципе тоже Иванов да что ж такое Иванов и она вот ведет поиск максимум 1000 результатов выдает это согласно как бы в угол академии то есть больше чем 1000 запросов на сайте угол академии вы не сделаете так что она там всех Ивановых ищет которые есть в Google Schooler вот она пишет Google Schooler но если нажмем cancel вот отменила то что мы здесь увидим цитирование сколько за год сколько их ранг это соответственно уровень ну ранг первая статья не первая фамилия здесь есть название год в каком журнале опубликовано вот издатель сам в каком формате то есть если сделать более конкретный запрос там Иванов М.О либо же в вашем случае кого-то у себя предположим что здесь вот весь это один и тот же Иванов М.О в чем я сильно сомневаюсь и здесь пишется его Хирш 2 то есть Хирш по Google Академии к сожалению проверить мы этого никак не можем потому что в Академии мы не нашли Иванова М.О но вот как-то так оно и есть здесь же также можно сделать поиск Хирш по журналу допустим возьмем даже не знаю какой журнал взять Nature и нажмем Lookup поиск запрос будет идти реально долго мы отменим пока ладно не отменяем видим что индекс цитирования растет постоянно количество цитат колоссально растет постоянно тоже Papers растет и года диапазон дат меняется все отменяем поиск Хватин вот то же самое авторы которые публиковались в этом журнале название их статей кода ноты издательства публикация можно по 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 сисену искать к примеру если конкретно опять таки не название журнала а его и сисен брать можно то же самое выпадут результаты поиска и сисена можно по словам допустим карабит ну и тоже ну и соответственно поиск пошел то есть у нас одной стороны программа интересная но данные не совсем соответствуют тем что есть на самом сайте гугл академии и на самом сайте той же библиометрики украинской науки то есть не могу рекомендовать эту программу но возможно я ее не до конца изучил то есть если вы знаете какие-то тонкости секреты программы пишите в комментариях пожалуйста с удовольствием выслушаем посмотрим в принципе это все на сегодня что касается индекса хирша по скопусу по академии гугл подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы всего доброго до свидания